У нас много чего нового выходит, много уже вышло, у нас часто разработки, которые мы выпускаем, не очень быстро ассимилируют, потому что мы слишком много всего выпускаем, дорабатываем. И учителя в первую очередь заняты детьми и образовательным процессом, и чуть позже до них доходит, мы доходим с обучением и так далее. Но тем не менее, про то, что сказали, на самом деле шаги в этом направлении уже есть. У нас появился в этом году, собственно, про то, что сегодня уже говорили, портфолио учителя, очень много сервисов, которые анализируют поведение ребенка с точки зрения его интересов личных. Есть вкладочка «Обо мне», где можно указать свои интересы. Мы анализируем его место проживания, мы анализируем его успехи в тех или иных областях и рекомендуем ему, во-первых, кружки, релевантные тому, что его интересует, как нам кажется, точнее то, что он ответил, и как нам кажется с точки зрения его образования. У нас появились в этом году в мае рекомендации по поступлению в ВУЗы. Я что-то не то сказал? Нет, просто Олеся так. В этом году мы с Высшей школой экономики реализовали совместный сервис, и каждому ребенку на основе его сначала предварительных результатов по ЭГЭ, а потом и по итоговым показывали, где в какие ВУЗы человек может пройти, исходя из, опять же, его интересов, сколько свободных мест, сколько баллов хватает, сколько не хватает и так далее. Такие рекомендательные сервисы есть. Высший пилотаж, о котором Анастасия Владимировна часто говорит, то, куда мы движемся, это уход уже непосредственно в персонализацию конкретного ребенка и формирование его личного трека, искусственный интеллект, обработка вот этих всех траекторий индивидуальных. Это чуть позже мы об этом расскажем. Мы обычно любим говорить тогда, когда у нас что-то уже получилось, либо мы как-то это проверили. Мы не очень любим обещать, не попробовав. Женя, вот про то, как раз, про что Саша спрашивает, про прогнозирование ЕГЭ. Ну, признайся, вы же уже начали с этим играть. По поводу прогнозирования ЕГЭ, там есть примерно та же история, как с рейтингами. Нам очень много рассказывали. Мы в Москве, мы, я как в первую очередь родитель и как ничего не понимающего образования, как айтишник, говорил, давайте рейтинг сделаем. Ну, прикольно, у меня ребенок приходит и говорит, а я вот круче, чем Аня. Они это делают? Нет, это очень сильно демотивирует. И слава богу, в Московской области, когда мы с ними начали работать, они говорят, у нас два года это все работает, классная штука. И благодаря коллегам у нас эта вещь появилась в системе. Похожую вещь мы сейчас боимся и по ЕГЭ. Сказать ребенку о том, что не парься, ты не сдашь, тебе ничего не светит. Или наоборот, расслабься, ты поступишь. Такая себе история. Поэтому мы сейчас пытаемся чуть по-другому. Мы научились прогнозировать, но тем не менее мы не очень понимаем, как это показать и учителям, и детям, чтобы не сломать образовательный процесс. Мы идем сейчас чуть в другую историю. Мы сделали три когорты, и вот типа совсем все плохо, совсем все хорошо. Скорее всего, учителя и так знают свои детей, и точно знают, что с этими можно особо и не париться, и там вряд ли что-то получится. Эти умнички, они, скорее всего, с репетиторами занимаются все хорошо. И важно было показать детей, которые вот в среднячок входят, и у которых точно есть перспективы. Им нужно помочь, их нужно дотащить. И вот мы сейчас пытаемся сделать вот такой вот сервис, как-то его реализовать, вывести для учителей, чтобы они вот этот вот именно среднячок потенциальных детей, которых можно вытащить на хорошие результаты ЕГЭ, пробуем сделать. Похожие вещи пытаемся сделать и с колледжами. Пытаемся научиться, точнее мы научились сформировать профиль ученика 8-9 класса, который с вероятностью, по-моему, сейчас 87%, близко к 90%, пойдет в колледж. И с вероятностью 95%, который точно не пойдет в колледж, он перейдет в 10 класс и будет учиться дальше. Для того, чтобы и его в том числе навигировать и определять в профессию и двигать его дальше до работодателя. Ну вот Женя сейчас говорит о том, что мы не хотим там заранее обозначать, что у нас планы на персонализацию. Но вот уже прям буквально на днях мы запускаем одну штуку, а результатами обязательно с вами поделимся. Значит, говоря вот о персонализации обучения детей, о персональных каких-то рекомендациях, что мы делаем. Мы сейчас создали уже у нас готовый банк тестов, которые отмаркированы, каждое из заданий отмаркировано конкретным умением ребенка. И сейчас, когда эти тесты появятся в подборке у детей, это будет автоматическая подборка для школьников, будет формироваться не просто профиль его успешности, как отметки, там четверка, 4,3 и 3,7 балла, а будет формироваться его профиль умений, исходя из вот того наработанного, наработанного, проделанного детьми заданий в системе, которые будут запоминаться и формировать этот профиль. Чтобы было точно понятно, вот это умение у тебя сформировано хорошо, а это умение сформировано плохо. Почему это важно для прогнозирования того же ЕГЭ, и мы тогда будем с большей вероятностью прогнозировать действительно объективный, правильный, предварительный результат ребенка на госэкзамене. Потому что у нас с вами госэкзамены построены так, что проверяется, идет кодификатор, спецификация умений, а под них уже выстраивается содержание. Вот, к сожалению, наш с вами образовательный процесс построен совершенно иначе. Мы с вами программу проходим, темы учим, а ЕГЭ устроено так, что оно проверяет умения конкретные, которые, соответственно, проверяются через какую-то учебную задачу. Это абсолютно разные вещи. И вот чтобы эти процессы синхронизировать, мы как раз и это тестирование тоже предлагаем. не тестом на тему бактерий или на тему неравенства, а эти тесты сформулированные задания через его умения. И вот тогда мы действительно с большей вероятностью спрогнозируем действительно те дефициты детей, которые у него реально проявляются в процессе образовательном, и давать ему рекомендации как раз на отработку именно вот этого умения. Вот это, конечно, будет, на мой взгляд, прорыв просто в цифровой системе, потому что без этого вот пока мы с вами, увы, темы проходим.